Самообороны, которые появились практически в каждом регионе Украины во времена Майдана для защиты участников ВЕЧа, переросли в достаточно мощное общественное движение. Многие из них, рассказывают участники общественной организации, добровольцами воюет в зоне АТО. Все же, кто остался, пытаются помогать правоохранителям и чиновникам на местах. А для прифронтовой Харьковской области сейчас одна из главных задач – противостоять диверсиям и защитить мирных жителей. На данный момент, говорят в облгосадминистрации, уже проведена ревизия всех бомбоубежищ региона. Выяснилось, что готовы на случай войны лишь каждая вторая в Харькове и каждая третья в области. Это значит, они вычищены, поставлены новые двери и лавки, сделан минимальный запас воды. При этом части укрытий, которые существуют на бумаге, в реальности давно уже нет. И чтобы жители всё же знали, куда бежать в случае опасности, в Харькове обещают повесить указатели. Начнут работу с Северной Салтовки и Пятихаток. Российская артиллерия, которая стоит у границы, может спокойно достать до этих районов. Мы сейчас разрабатываем, и городские власти разрабатывают систему оповещения. Это уже будут пластиковые таблички, которые будут находиться на каждом подъезде, куда необходимо будет в случае опасности выдвигаться жителям данного дома. И также непосредственно на укрепсооружение. Самообороновцам чиновники предлагают присоединиться к оповещению граждан, а также принять участие в патрулировании города и охране мостов. Пока в области охраняется только каждый десятый из трёхсот существующих. Людей катастрофически не хватает. Кроме того, ВНКОМ предложил участникам самооборон помочь разносить повестки. Именно в Харькове, говорит Дмитрий Малецкий, ситуация очень сложная. Из трёх тысяч военнообязанных под расписку повестки получили только 400. Остальные не торопятся открывать двери и приходится по одному и тому же адресу ходить по несколько раз. Я прошу помощи общественности решить вопрос так, чтобы создать группы оповещений при военных комиссариатах. Будем брать где-то с расчёта порядка 20 человек для того, чтобы они под роспись вручили повестки. Представители самооборон, в частности Харьковской, помогать власти готовы. Но для этого, говорят они, необходимо расширить движение. Сейчас в региональной самообороне 400 человек, а людей надо не только отобрать и проверить, но и обучить. Поэтому было принято решение создать единый тренировочный центр и ассоциацию самооборон Украины. В городе Харькове мы планируем, как громадская самооборона, как и другие патриотические силы, оказывать поддержку, патрулирование и работу, обеспечение работы опорных пунктов и блокпостов. Соответственно, в области нашего Сверетки, который, например, Любатин, Змеев, Кигичевка и другие, тоже готовы оказывать эту помощь. В данном случае, при фразе, что не хватает людей на охрану каких-то стратегических объектов, в случае выделения туда людей, которые имеют возможность, либо это МВД, либо ВСУ, либо ещё кто-то, мы можем доукомплектовать своими патриотами. При этом у активистов нередко возникают вопросы к своим шефам, милиционерам. Говорят, сталкиваются с тем, что правоохранители саботируют работу, так как негативно относятся к новой власти. В милиции обещают измениться. Стараемся работать, естественно, с каждым сотрудником, но в голову каждому, я извиняюсь, как бы не зайдёшь. У всех своё мнение. Стараемся, вы видите, и гимн уже поют, и ленты носят. Ну, это очень тяжело, поверьте мне. И руку прикладывают к сердцу, и кто-то улыбается при этом, а кто-то делает как бы суровое лицо. На данный момент из милиции Харьковской области уже уволено около 600 сотрудников, которые не соответствовали своим должностям. Далее, говорит матрос, пройдёт анонсированная министром реформа, которая должна очистить ряды. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова